Доброе утро, уважаемые любители Dota 2! С вами Шторм Студио, как и последние 10 дней с утра мы смотрим китайский дивизион Dota 2 Champions League. Сегодня у нас замечательный матч Invictus Gaming, которые совсем недавно вернулись из Малайзии с титулом чемпионов. Играют против, ну, играют против аутсайдера явного пока что сезона. Вичи Gaming Potential со статистикой 1-7 Вичи Gaming Potential начинают этот матч, но Invictus, соответственно, только первая игра для них. У них 0-0, ну и нужно набирать очки. Комментировать эту игру для вас будут MailStorm и Light of Heaven. Доброе утро! Собственно, драфт у нас уже подходит к концу, поэтому, я думаю, имеет смысл перейти к нему. Вичи Gaming Potential забрали себе такой неплохой минус армор и довольно-таки неплохой контроль. А Invictus Gaming в очередной раз берут саппорт Феникса. Вот это вот новая их фишка, которую они показали как раз-таки на Major All-Stars. Что ты можешь вообще сказать по ней? Насколько... Ну, в чем смысл именно саппорт Феникса? Мы привыкли все к хардлейновому Фениксу. У него слишком высокий потенциал лейти за счет того, что он режет скорость атаки, которая необходима на любой стадии. То есть такой как бы сразу шаг в лейт делают IG? Ну, дикий, да. Во-первых, у него чистый урон от того же Санрея. Он восстанавливает здоровье в процентном соотношении. Это так же, чем дальше в лейт, тем сильнее. Ну и самое главное, это Супернова. Это стан, который бьет через БКБ на 2,5 секунды. Да, дикая штука, еще и заставляет отвлекаться. Даже если Феникс на лоу хп, нужно бить это яйцо несколько раз. В общем-то, не всегда на это есть время. Ну и, собственно, Вич и гейминг потенциал у нас заканчивают свой пик в итоге Сларком. В общем-то, Сларк здесь смотрится неплохо против Джаггера, против того же, да и против Феникса может зайти довольно-таки хорошо. Отсутствие контроля. Сларк-то один из лучших героев для того, чтобы убивать Джаггернаута лейте, поскольку если он берет себе 6 слотов, то Омни Слэш ты дожишь ультимейтом, а при этом ему двигаться не даешь за счет Скади и того же Абусал Бейда. Поэтому пока Вич и гейминг потенциал пикнули хороший лейт, но у них проблемы с Орлигейм, потому что, опять же, мы с тобой наблюдаем здесь очень мало нюков. Из всех нюков есть только один Эр Шейкер и Шаду Фиен. И Виктус Гейминг они видят эту слабость. Они уже имеют довольно-таки боевой потенциал, все герои будут разрывать на ранней стадии игры и решили завершить это все инициацией от Клакверка, который, кстати, здесь входит более-менее. Несмотря на то, что часть героев будет выживать против его врывов. Да, довольно-таки хорошие вообще. Ну, я бы не сказал, что вот драфт IG, он является каким-то суперкрутым на нынешнем этапе в доте. То есть, нельзя сказать, что они всех перепикивают абсолютно. Но вот их уровень игры позволяет им реализовывать план свой на игру великолепно. И, как правило, всегда в лейте они чувствуют себя довольно-таки хорошо по пику. Ну, это такая старая добрая китайская традиция. Берем пик, который не слабее соперника в лейте, как минимум, а то и сильнее. Ну, и, собственно, сейчас посмотрим. Вичи Гейминг Потеншал вчера у нас вообще ничего не смогли показать против своих друзей, своих коллег из основного состава Вичи Гейминг. Играли довольно-таки слабо. Но сегодня для них день истины, потому что у них 1.7, у них битва с IG. Если они хоть что-то здесь наберут, это будет большой успех. Ну, и у них битва с HGT еще одним аутсайдером. Хотя за плей-офф биться довольно-таки тяжело. С другой стороны, IG настроены по-боевому. То есть, они... Это первая игра для них, поэтому они не знают, сколько они там наберут очков дальше. Поэтому нужно набирать 2 очка. Итак, Янг играет на Shadowfin Day, Secret на Spirit Breaker, Dogfights на Venge. James на Airshaker и SSS на Slark'е. А у Invictus Gaming, Чоан Вич Доктор, Fate на Support Phoenix, Ferrari Storm Spirit, He на Clockwork'е и Burning на Jiggenaut'е. Ну и вначале пробежали, сделали разведку. Burning тут ждет, что зайдут в его лес, попытаются что-то забанить, но видят, что никого нет. И начинает стягиваться потихоньку к руне. А IG, видимо, собираются забирать скорее нижнюю руну, вот такими большими силами. Сверху только Jiggen. Ну, кстати, у Jiggen есть неплохие шансы здесь с помощью Blade Fury забрать, но я сомневаюсь, что Burning будет так рисковать. Все-таки, видя много героев соперника, да, Burning отходит. Вот на самом-то деле составчик у Invictus Gaming, он действительно очень похож на состав 2-го International. То есть, мы видим Fate'а Чуана, ту же пару саппортов, того же соло-мидера Ferrari, только вместо YYF, который, надо сказать, не блистал в последнее время у них Хи, он же Луо. Ну и, соответственно, кэри у них. Вот это была самая большая проблема Invictus Gaming, когда они распадались, что все были недовольны игрой Жоу и его вообще поведением. Я уж не знаю, что он там так вел. В итоге Жоу ушел в комментаторы и нормально себя чувствует. Но в IG, наконец-таки, залетел хороший кэри, это Burning. И надо сказать, что с Burning игра за долгое время действительно наладилась у этой команды, за очень долгое. Потому что, ну вот, как бы были они топ-3, топ-4 Китая максимум в прошлом году, там, в позапрошлом году. Сейчас я вот пока идет небольшой момент, загляни в Skype, там, мне нужен пароль от нашего дашборда, потому что я не могу зайти. Да, я понял. Всем, кстати, сообщаю, кто не может запустить свой твитч, что обязательно нужно изменить пароль. Причем не делайте ошибку, которую допустили мы. Не меняйте пароль на тот же самый, иначе у вас стрим не запустится. Из-за этого, собственно говоря, сегодня чуть не это. Ну, чуть не задержался стрим, но в итоге мы все-таки успели. Хороший пароль. Замечательный. Да. Ну, я думаю, это временно, мы его еще сменим обязательно. Да, в общем, хочу бы, чтобы я еще мог рассказать про Инитус Гейминг. То, что, когда вот они были на втором Интернешнл, Левай Вайф, это был вообще их капитан. Он лидировал командой в плане координации и всего остального, но и Жоу он играл вот постольку, поскольку он хотел играть. То есть, после второго Инта с ним случилась та же история, что и, наверное, с Ньюби, которые просто начали делать непонятные вещи, чуть ли не каждой первой команде проигрывать, как мы видели на даке, да, последнее место, даже учитывая, что они слили новичкам, и в итоге он забил. Да, ну и как бы в итоге команда приняла решение с ним распрощаться и распрощались. Но потом у них были проблемы, потому что Жоу, на самом деле, это был вообще ведущий игрок их команды, так как он направлял ее, как минимум, ну и на пару с Вай Вайфом. То есть, если Вай Вайф на... если на четвертом Инте и на третьем Вай Вай... Вай Вай... Инте, как говорил сам Чон, они заходили в комнату для обсуждений и просто уже спали, не могли ничего воспринимать, поскольку они всю ночь играли в карты. То есть, причем два Интернешнл подряд, мол, у них там денег и так нормально, они уже были не заинтересованы в том, чтобы выигрывать. И по итогу, ну, Чон нам там много историйно рассказал, и мы поняли, что IG на третьем и четвертом Инте это вообще не IG, знаешь, это какая-то там солянка, которая решила что-то попробовать. В то время как на втором Инте, он говорил все четко. Они три месяца тренировались на буткемпе, вообще никакой фигней не занимались, вроде того, что, знаешь, там развлекаться, девочки и все остальное. В итоге, пожалуйста. Сейчас, видимо, деньги закончились. Ну, мне кажется, даже, может быть, уже, как бы, мотивация есть победить, попытаться, потому что очень хочется. Спиритбрекер делает разгон на крипа. Да, его чуть не убили здесь, поэтому сделал такой разгончик. Уже мотивация, ну, что-то выиграть, потому что два года без особых достижений все-таки это, ну, не просто для игрока, скажем так. Для таких игроков, тем более, которые позиционируют себя как хорошие игроки, даже очень. Ну, уже достижения есть, если что. То есть они уже взяли первое место на Моджол Алл Старс. И если сверху нападение на Братрума, загоняет его прямо под Тауэр, снова делает разгон, но в итоге Братрум здесь не жилец. Его просто уничтожают. Беринг сделал хороший билд, кстати. Очень больно спиритбрекеру. Орбов Веном. Да, Орбов Веном вместо щитка. Понимаю, что на Братрума они будут с большой вероятностью только нападать, поэтому нужно его гонять. И гонять, как мы видим, очень качественно. Тем временем, дабла снизу у нас Клакверк плюс Феникс чувствует себя довольно-таки неплохо. Ну, Феникса здесь вообще никак не подцепить. Клакверк, в свою очередь, играет более осторожно. А тем временем Бернинг у нас нападает на Сикрета. Мансует Сикрет, делает еще одну тычку. И у Бернинга проблемы. Нужно есть ветку. Есть ветку, пытается убежать. И, скорее всего, убежит. Да, СФ ему здесь вряд ли поможет. Кстати, об СФах. На миде тем временем Янг имеет крипстат 16.6 против 12.3. Неплохо стоит. Да, СФ сильнее шторма. Все, что я могу сказать в такой ситуации. И Янг, он как раз тот СФ, который преимущественно захватывает и его не отпускает. Вот по поводу еще тех ребят, которые у нас, да, вот Моджол All-Stars, завершу мысль. У всех вот это мнение, что уровень ДОТ у нас повысился туда-сюда. Появились новые игроки, которые всех убивают. Но по факту, что по факту. Те же ребята, которые выиграли второй Интернешнл, приехали на ЛАН. Дали по щам Нави. Дали по щам Эмпайр. Дали по щам вообще всем. То, что они с Эмпайр 2.0 там вообще в миссину их обыграли. И мы видим то, что вообще ничего не изменилось. То есть, ребята, если хотят, они выигрывают. Как нельзя, кстати. Ну да, в общем-то здесь... Ну, вся проблема была в китайской ДОТе. Вот опять же в том, что вот этот... Ну, скажем так, нужен был действительно решаффл. Потому что во многих командах были хорошие игроки, но не было лидера. А такая команда, как Биг Гот, у них было слишком много лидеров. Но в итоге выступали они-то неплохо. Потому что, как бы... Если тебе удается найти гармонию, вот когда у тебя там несколько сильных игроков, то все хорошо, если не тянет каждый одеяло на себя. Спирит Брейкер врывается в Феникс. Ну, дабла просто замечательно стоит. Просто здесь не отдает никого. Либо Коги, либо Икарус Дайв. Либо, опять же, Фаер Спириты. И в итоге абсолютно ничего не могут сделать. Клакверка и Феникс получают свои лвла. При том, что вот самое важное в такой дабле, когда ты ставишь даблу вниз, чтобы у тебя кэри не проседал. Как мы видим, Берлинг пятый левел имеет. Имеет отличный грипп стат. И, в общем-то, пушит вышку. А Спирит Брейкер бегает у нас, занимается попытками загангать тем временем. Ну и даже если бы он стоял на лайне, вряд ли он чем-нибудь помешал бы. Ну и Спирит Брейкер сам по себе играл же знавато. Он стоял на линии, где ни в коем случае нельзя подходить. Он постоянно входил в сражение с Джаггернаутом. А по регену тут все очень просто. У Джаггернаута есть палка, и Вичдоктор след этого постоянно захиливал. Поэтому Братрум у нас третьего левела. Это очень и очень мало, учитывая то, что Джаггер пятого, а Вичдоктор третьего. Тут уже линия однозначно выиграна. И Вичдоктор понимает, что нечего ему делать на верхней линии больше. Там абсолютно спокойно постоит Джаггернаут. Может быть какие-то только подсейвы нужны будут. Но пока что никакой агрессии нет. И уходит с линии. Но пока что не может найти себя. Вот разве что подхиливает Шторма. Но по-моему это не очень полезные действия. Квакверк. Вторая батарея. Гонится за Шейкером. И Шейкер великолепно его отрезает. И в итоге Джеймс отсюда уходит. Да, пока что игра очень размеренная такая, надо сказать, в исполнении. Инвиктус Гейминг и Вичи Гейминг Потеншал. Никто никого еще не убил до сих пор. Да, но это на самом деле такие интересные линии. Максимальная свифовость. Вот та же линия снизу. По крайней мере я вижу такое первый раз. Что выходит Квакверк и вообще никому не дает подойти. И при этом Феникс харасит. Сверху врыв на Баратруму. Баратруму забрали. Подходит сюда также Догфайтс. Непонятно, что они хотели сделать вдвоем для Джаггернаута 6-го Лэллы. Мы видим то, что Берлинг просто прожал ультимейт. И большую часть героев забрал. Ну и шикарно перетянулся Чуан заранее. Понимая, что будет ганг на верхнюю линию. Здесь прочитал ситуацию великолепно. Саппорт команды IG. IG, насколько я понимаю, они в принципе играют вот в такую доту. То есть, если говорить про финал Major All-Stars. Там они пикали все практически игры. Вот такой вот именно лайнап сейфовый. Стояли, аккуратненько подфармливали. И когда их начинали давить, у них были самые большие проблемы. Но все равно они с этим давлением справлялись. Потому что хорошие действительно... Вот именно сейфовые лайны. Не жадные сейфовые лайны. Какие-то такие. А сильные при этом в лейте. Но очень-очень аккуратные. Ну и что самое главное, саммита, если соперник пикает очень жадно. Invictus Gaming великолепно действует, как мы видели по тому же финалу. Такие линии, они в первую очередь очень сильно давят на саппортов. Потому что саппорты стоят снизу, вот та же Винга Шейкером. То есть, если Шейкер еще выдерживает стоять и ничего не делает, то Винга не выдержала, побежала наверх и совершила ошибку. То есть, ты не можешь выйти за ганга Чтарма, который уже взял 6-й левел. Разве что, если пойдут делать это сразу 2 саппорта, но клокверк это палит ракетой или своим движением. Выходит у нас на СФ. Сразу телепортируется Винга. Так вот, тебе очень тяжело убить Штарма. Снизу ты убить почти никого не можешь. Сверху Джиггернаута, который там 7-й левел с братурмом 5-м. Ты так же ничего не сделаешь. И единственное, что остается, это фармить свои леса. Но фармить свои леса они не могут. Потому что у них нет лесника. Ловушка? Ну да, ловушка по лейнингу. По-моему, единственное, что контрит, это какая-то лесная энигма, которая понимает, что снизу хрен кого заберешь. Поэтому просто уходишь в лес и ждешь. Ну просто фармишь. Просто фармишь, да. Или вариант номер 2. Нужно какие-то 2 агрессивных саппорта в виде там Рубика, Эншент, Аппарат. Вот тогда они могут дать этой линии сдачи. Врывается Сларк, в очередной раз миссует прыжком, кастует Дарплак, гонится за Фейтом. И Фейт, по-моему, сменил направление. Ну, ладно. Да, Фейт как-то зажался очень далеко. В итоге даже Сакаруздаева не смог улететь. Его нашли. И счет становится 1-1. Ну, в общем-то, пока что, что фраг на верхней линии, что фраг на нижней линии, они особо никакого решающего перевеса не дали. Феррари уходит фармить свои леса на Шторме. И оставляет линию для Клакверка. И тайские? Тайские с лапы линиями. Да, довольно обыденно так вот мы видим, когда оставляется вот так линия. Восьмой левел тем временем берет себе Феррари, вкачивает второй реминант. Есть у него первая притяжечка. Нет, второй реминант был вкачан. Как раз-таки вкачивает первую притяжечку. И есть Реген, что очень здорово для него. Да, юзает Реген и пошел. Видит Спирит Брейкера. Спирит Брейкера есть хороший вард. Ну и выход какой-то на верхнюю линию. Спирит Брейкер отсюда уходит. Феррари касками сбивают Спирит Брейкеру разгон. И да. В итоге здесь Спирит Брейкер выбрал не лучшую позицию. И даже убежать уже не смог. Очень легкий фраг. Вообще ошибка довольно-таки серьезная. Учитывая, что стоял вард, он мог гораздо раньше отступить. Но в итоге остался. Второй раз забирают у нас корову. Да. В то время как Клакверк получает себе потихоньку шестой на миде. Но надо сказать, что Янг имеет очень хороший крипстат. Он сейчас спушит вышку. Да, забирает тавр. Пять тысячный творца у него. Здесь все в руках Янга. Бил через Юл. Все дела. Очень хорош здесь будет. Но пока что просто стоят по своим линиям. Вич и гейминг потенциал. И Янгу время кому-то освободить мид. Потому что он может у нас закерить один. Но у противника слишком хорошие герои для него. То есть если видно по голде. Счет 1-2. Но IG уже перефармливает на 2000 экспы. На 2000 голды. Поскольку они фармят свой лес. Мид, вверх и даже снизу. Клакверк ультует в СФ. А СФ встревает. Очень неприятная ситуация. СФ ловит. Есть у него конечно ульта. Но скастовать ее не получается. В итоге лопается. Да, вот это уже очень плохо. То, что Клакверк хардлейновый забирает самого важного героя. Он конечно здесь умирает. Но размен все равно плюсовый. Это фантастическая перетяжка Феррари. Когда Клакверк прыгал здесь на СФ. А Феррари сделал ТП на тавр. И на всю ману полетел в СФ. То есть он уже шел под ассист. Понимая, что Клакверк может не убить этого парня. Выход на Бернинга. Его никто не сейвит абсолютно. Разгон. Фиссура. Отличная комбинация. Бернинг под вардом. И умирает Бернинг. Ну здесь здорово все исполнили. Через фиссуру шейкера забирают Кэрри соперника. Отвечают на свечи гейминг потеншал. Счет становится 3-3. Но разрыв все-таки пока что... Весомый. Да, весомый. Сларк не смог убить Феникс. Феникс потратил всю ману. Феникс рессается. Все хорошо у Феникса. Есть шестой. Продолжает фармить свою линию. Да, пока что не впечатляет игра Индвиктус Гейминг. Но мы еще ничего не увидели толком в этой игре. За 10 минут никаких хороших толковых командных действий. Ну разве что вот эта перетяжка шторма была действительно неплохая. И перетяжка вверх от Чуана под сейв Джаггера. Может быть в себя еще не пришли. Хотя на самом деле я думаю, что уже успели отдохнуть. И для таких ребят как Феррари, Бернинг, которые целыми днями пока делают, что играют в Датан. Думаю не особо... Не особо в общем-то напряжено приехать с одного турнира и сразу начинать играть в другие. И они этим занимаются уже всю жизнь практически. Ну вопрос только о климатизации. Поскольку... Ну Малайзия недалеко от Китая, поэтому... Ну да, если Малайзия недалеко от Китая, то с тобой все нормально. Но там вопрос, чем ты питался, к чему ты привык. Потому что когда ты выходишь на Лан далеко, тебе потом нужно где-то 3-4 дня, чтобы перейти в свой обычный график. Как говорит Вилат, то есть там он даже где-то написал блог, то, что там в Малайзии нету пива, в Малайзии там, ну в этом компьютерном клубе были и дараканы, и по-моему даже крыс видели, и в итоге... Необычные условия. Многие геймеры могут схватить шок, но... Подожди, подожди, подожди крыс в смысле в качестве еды или просто... Нет, 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 ну просто там были видны, потому что там бывают такие расклады, так нападение на хи, в очередной раз исполняют комбинацию, Шекер выходит, дает Фессуру, врывается Баратром, Винга дает Стан, и вот пока эта комбинация трех героев отрабатывает идеально. А IG пошли забрать Рошана, почему так нагло? И по-моему Вич и Гейминг это чувствуют, потому что вообще никого нигде нет. Заходит у нас Баратром, находит Бернинга, видит, чем он занимается, вместе с Вич-Доктором дают у нас Маледик, фокусит Баратрома, но... Весеф успел раскастовать, первый ультимейт живет, дает Меку, которая у него есть, Сларк, Феникс вешает яйцо, нужно бить яйцо, но все под дебафом! Все под дебафом, тем не менее, Феникса смогли срубить. И минус 3 в исполнении, в исполнении Вич и Гейминг Потеншал, 3 в 3, Феррари разменивает, на хосте бежит дальше, Винга за ним. Клокверк возвращается в драку. Ох, Клокверк, ох, Клокверк. Хукшот, но это может быть не та цель. Должен умирать, должен умирать. Это была не та цель определенно, в итоге минус 4 в исполнении Вич и Гейминг Потеншал. Шикарно все для них сложилось, корову втанковало весь демидж, который был, и дальше уже смогли просто нарезать. В итоге Сларк у нас набирает нормально так Нетворс, у него 4.01, и мы все знаем, что сноуболящийся Сларк штучка довольно-таки опасная. Я вот сегодня в прогнозе в студанале написал, что только Бог поможет выиграть Вич и Гейминг Потеншал команду Invictus Gaming, но что-то пока что на их стороне, видимо, какие-то высшие силы. У тебя была веселая история, когда ты помнишь, были игры Na'Vi, и ты сказал, вот здесь Na'Vi выиграют, здесь Na'Vi выиграют, а здесь только Бог поможет Na'Vi. В итоге там, где ты прогнозировал, что Na'Vi выиграют, Na'Vi проиграли, а там, где только Бог поможет Na'Vi, они выиграли. Нет, там я был жестко подставлен, на самом деле, потому что я написал, типа, молимся и верим в Na'Vi, но после того, как они проиграли, кто-то дописал, но, типа, они все равно не выиграют или что-то молимся и верим, но надежды нет. Кто-то дописал, но после того, как кто-то дописал, они взяли и потащили. Это был не я. Так что я здесь был заложником ситуации. Ну, как бы, а кому я теперь еще докажу? Логов-то нету никаких в ВК. Да, я никому ничего доказываю. Все. Ну, 100 донал там, каждый вообще может написать за каждого. То есть там, наверное, единственное, только НС может редактировать от себя, а все остальные вольны, там, подставляют друг друга сколько угодно в плане прогнозов всего остального. Ну, в общем-то, да. Но на самом деле, на самом деле, Вичи Гейминг действительно смотрится неплохо. И пока что, ну вот, единственное, что я могу отметить в последней драке, в феноменальную какую-то игру от Фейта. Он закинул Фаер Спиритов так, что все просто стояли и били это яйцо с атакой черепахи. Но, так как его били абсолютно все, он получил свои 5 ударов очень быстро и сажился. Да, там основной был момент, что Сларк, он очень хорошо контрит Феникса. Каждый раз, когда Феникс залетает с яйца, ты кастуешь Дарпак, снимаешь с себя дебаф и убиваешь это яйцо. Вот это единственный неприятный момент. Поэтому нужно кому-то этого Сларка контролить, когда Феникс рвается. Потому что мы видели, он мог там порешать весь тимфайт, если бы взорвался. Но не взорвался. Но не взорвался, не долетел четко до земли. В итоге разрыв, который Invictus Gaming за счет своих линий поставили, сокращается. Сларк у нас покупает Shadow Blade и пошел выход в смоках. Джеймс имеет аркан ботинки. SF сразу выходит в Black King Bar. Интересный билд от SF. Не стал он здесь делать иул, хотя, в общем-то, здесь он заходил. Он заходил хорошо, но Вичи Gaming Potential понимает простую вещь. Так, нападение на Феррари. Фиссура мимо, но ультой попадает. В итоге забирает у нас Феррари. Гонится дальше за чего? Она врывается, клак вверх. Фокусит Шейкера. Шейкера свапывает Винга. Подходит сюда Слак. Начинает бить клак вверх. И Феникс что-то думает. Феникс думает. Шикарная Мека зашла. Спирит Брейкер опять втанковал весь урон. Ульта. Феникс вешает яйцо. Пошли каски. Это шанс. Феникс умирает. SF, правда, умирает следом. Джеймсу тоже здесь не отступить. Но как же много делает Фейт в этой игре. Феррари резается. Забирает Шейкер. Идет сразу дальше. Идет дальше. Видит Вингу. Идет на Вингу. Но Винга в тщетные попытки сделать телепорт. В итоге минус 4. Потрясающая драка от Invictus Gaming. Сделали они все неплохо. Но на самом деле. Весьма странно как-то получилось. Потому что казалось, что они эту драку должны проиграть. Но после такого начала. Мы потеряли Шторма. Тем не менее забирают. Так, а Сларк у нас. Сларк у нас не умер. Сларк у нас успел отступить. Да, у IG выходит просто дикая связка. Это пока нету БКБшек. То Феникс ставит яйцо. ВД закидывает каски. И туда влетает Клакверк. Тем временем заходит Сларк в лотаре. Нету, по-моему, Сентрея. Хотя Сларка убивает. Да, Сларк у нас юзает Шадоу Дэнса. Старается убежать. Врывается Сикрет. Ничего он один здесь не сможет сделать. И в итоге забрали Сларка. И забрали Братрума. Ага, Сентрея вот она стояла. Что-то я не обратил внимания. Да, я тоже не обратил. Но, видимо, Сларк не обратил внимания, что у него спала пассивка. Потому что в итоге получил Маледикт и умер там очень-очень быстро. Даже Шадоу Дэнс не помог. Да, вот здесь Вич и Гейминг посыпались. Причем на ровном месте абсолютно. Ну, вот этого Рошану уже стоило отдавать. Но это уже был риск. Потому что если Рошану бы отдали, то потом играть опять против того же Штормау, которого Блудстоуну, которого Аегис и Пол Арчидо нереально. Врывается на миту Носхи, закрывает и Вингу, и СФ. Врывается сюда Шадоу Спирит, фокусит СФ. СФ умирает, умирает Винджер Фул Спирит. Как же они играют, слушай. Не хватает маны. Не хватает маны Шторму, есть реген, но... Можно реген и на развороте. Юзает реген, сейчас готовится к прыжку. Вич и Гейминг, надо помнить об этом. Ворвался Сларк в спину, забрали Вич Доктора, корову, опять втанковывает весь Демакс. Шикарный стан от Шейкера, но нет у ультимейта. Могут Джиггернаут убить, да, Джиггернаут падает, подходит Винга, станчик по Феррари. Свапают Феррари, у Феррари не так много маны. Но Демакс руки не такой уж плохой, поэтому Сларк решает здесь отпустить Шторма. Ты можешь его и убить, но если ты его убьешь, останешься на лоу ХП, он тебя уже не отпустит, потому что там Аегис. И абсолютно верное решение, отойти принимает Вич и Гейминг Потеншал. Тем временем, врыв на Фейта. Ой-ой-ой, как больно Фейту. Вешает яйцо. Сразу же. Да, вот в этой драке сейчас Айджим многовато отдали. То есть мало того, что они отдали своего главного кора героя, так и в целом по разменам в плюсе у нас Вич и Гейминг Потеншал. Однако находит Сларка. Сларк не успевает убежать, что он спирт его забирает. Это вот она теперь сила этого ганг-лайнапа. То есть мы видим то, что у нас великолепно сплет пушит как Джиггернаут, так и Феникс. Остаются два главных героя. Это Клакверк и Штурм Спирит. И единственный, кто им может ссоить конкуренцию, это Братрум, который нападает в ответ. Врывается на Феникса ультимейт кулдаун, бежит за ним Венжерфул Спирит. Как часто башет он, слушай. Чего себе. Фейту тут не повезло явно. Феррари там отвлекал Шейкера, но ничего не помогло в этом плане. Феррари отступает. Вообще, я так посмотрю, у нас какая-то эра шторма наступает. Ну что мы так смотрим на Джиггернаутов, Троллей, все это замечательно. Но посмотрите, Evil Geniuses, Шторм очень сильный в исполнении Сумаила. Вич и Гейминг уже просто банят против них этого шторма в первых двух пиках. Потому что там и Супер, и Хао могут. Но особенно Супер силен. И сейчас мы видим, что Феррари также отыгрывает на этом герое. И на ланчике он карал, и сейчас он опять карает. Ну, как по мне, это его в первую очередь пикают, когда у тебя мало дизейблов. Или нет таких дизейблов, которые способны его убивать. То есть, если ты убираешь из драфта таких персонажей, как Леон, Скайра Смейдж. И все остальное, что способно его ловить. Там, допустим, в количестве двух или трех героев. То тогда опасно. Опасно врывается Феррари на Янга. Янг с ДД. Разгоняется Братрум. Тау разобрали. Ну, можно разгон отменить. Тут драться не вариант. Но бежит. Бежит. Отменяет. Так вот. И когда у тебя из контроля, вот посмотри, есть Венга и Шекер. Да, это два таких немного наглых героя. Потому что им Шторма очень тяжело цеплять. В результате ты просто идешь. Убиваешь, например, нападаешь на Шекера. И Венга ничего не сделает. Разве что только свапнет. И в итоге у нас имеется Кэрри Сейв, Кэрри Сларк. Два этих героя также Шторму ничего не делают. Если не купится какой-то Хекс или Абусал. Потому что он и может их бить. Он может в любой момент уходить. Поэтому в нынешнем эти нападения на Венжи Фул Спирит. Что он спирит. Вот Шекер дает станчик. Венга дает станчик. Ой, как больно. Это Феррари. Но нападает. И просто в толпу героев. Боже ты мой. Врывается Феник. На всех вешает дебаф. Фокусит СФ. А фокусит Братумов. Фантастическая комбинация. Минус 4 на ровном месте. Потрясающее яйцо от Фейта. В итоге он так не вовремя для команды Вичи Гейминг. Потеншал сюда ворвался. Ну и да, Феррари, конечно, он рисковал, возможно, немножко. Но у него был еще Аегис. То есть даже если бы его убили. Хотя у него осталось больше 3 хп. Это было отлично. Ну ты видела, как он летает, да? Он летает как Сумаил. То есть даже несмотря на то, что есть какие-то станчики. Но они такие долгие. Пока Шекер там замахнется своей фиссурой. Пока Вингаки не станет и так далее. Он уже успеет улететь, прилететь, залететь. И в итоге и Вижен, и инициация. И огромный дэмидж выдает противника. И Шива уже готова. И Шива уже готова. Шива, да? Шива хорошо заходит. Особенно с Фениксом. Да. Вот когда ты играешь с Фениксом, то очень полезно иметь все, что дебафует скорость атаки. Шторм, видимо, это понимает. И при том, чем раньше ты будешь дебафать скорость атаки, тем лучше. Потому что на ранней стадии это дает тебе максимальный профит. Нежели на последней. Абсолютно согласен. Да, и Вичи Gaming Potential. Вот, кстати, оценили силу суппортов. Вот смотри, есть суппорт Феникс, да, который влетает, ставит яйцо, по всем раскидывает Fire Spirit и еще там и Karus Dive. И Венган, который, допустим, 11 левел. Что делает она? Венган просто свапает там разок и дает станчик. А Феникс, он тебе дает очень много дэмэджов каждого героя. И параллельно он еще их немерено дамажит. И агрит еще на себя. И агрит еще, да. Заставляет себя бить. Давай время для твоих керри противника убить. Комбинация шикарная. Практически мы не видели в последних драках, по-моему, Клакверка. Он как-то так подфармливает, подфармливает потихонечку. Но он умный Клакверк, как минимум, я могу сказать. Потому что в его случае нападать здесь первым сложновато. Ну и 2000, и сейчас что-то может себе закупить для этого. Тут ворвешься в SF, он кастанет БКБ и убьет его. Ворвешься в Шларк, он может продать Шадоу Дэнс и также убить его. И ворвешься в корову. Ну, тут, по-моему, единственный толк это ворваться в одну корову или во вторую. Просто, чтобы не дать им кастануть. Ну и вот он берет себе форстаф. Ну да. А вот теперь, когда у него есть форстаф, игра резко меняется. То есть ты можешь ворваться в противника, поставить ему Коги. Правда, Коги, наверное, даже можно максить при таком билде. И сразу делаешь себя форстаф аут. И вот тогда комбинация работает на ура. Чтобы ты потом еще ракетками мог поддамаживать своего врага. Вичи Гейминг в смоках ищут своего соперника, но никого не находят. Начинают просто фармить леса. СФ подтолкает линию. А Ай-Джи собрались во вражеских лесах также. Имеется блокинг-бар у нас на Джаггернауте. Новый артефакт у него появился. Ну и можно отметить Юл на Фениксе. В общем-то, на этом пока что все. Да, графики посмотрим. 10 тысяч перефарма Invictus Gaming. Ну вот так вот они смотрятся, конечно. Скажем так, не как шоу какая-то команда, как у нас вчера Вичи Гейминг, которые там просто какие-то дикие штуки вытворяли. А такая очень надежная, уверенная игра. То есть даже там, если в начале где-то какие-то ошибки есть, в мидгейме их не остановить уже. Они задроты, я хочу сказать, да. То есть в свое время Invictus Gaming славились тем, что если они захватывают преимущество, неважно какими героями, то они, как правило, его не отдают. Это и агрессивная игра Чуана, и уверенная игра Феррари постоянно. Поэтому они, как никогда, нападают на СФ. СС жмет БКБ, ультимейт. Клокерк уходит с Ворстафа, врывается сюда Сларк. СФ очень больно его убивает Джаггернаут. Рывается Феррари, старается зубить его всей командой. Но демоджа явно не хватает. Шива свое дело делает. Бернинг у нас забирает как Шейкера, так и Братруму. Боже мой, да тут вообще забирают всех. Минус 4. И Братрум. Братрум уходит. Коровка беги. И коровка. Замазывается Флаской и уходит. Ну, потрясающе сыграл Клокверк. Закрыл СФ, поставился туда Десвард. Влетел еще и Джаггернаут в БКБ. В итоге у Шадоу Финда не было никаких шансов. И вот здесь мы видим, что... Ну, Клокверк герой такой, которого БКБ-то не просто закатрить. Вот чисто... Не всегда, скажем так, БКБ его контрит. Ну, потому что он умный, да. Он просто сделал Фурстаф обратно и все. Он развел противника на Блокинг Бар, и потом делали с ним что угодно. Учитывая, что есть Феникс, Вич Доктор и Штром Спирит у тебя. Феникс... Ой, Феникс. СФ остался стоять в коробке. В итоге мы видим по 14к на Творсу Шторма и Джаггернаута. 7000 также у Клокверка. И стягивается IG на Рошана, понимая, что никто им сейчас не помешает. Кидается медаль, которую собрал Чоан. Да, очень, очень солидно смотрится. Посмотри на эту корову. Она бешеная. Она Фейта вообще забашила два раза из двух ударов. В итоге Фейт старается убежать. Не успела Сикрет дать свой ультимейт и сразу делает ТП-аут. Вич и Гейминг, теперь надо забыть про драки. Вот пока у Сларка нету чего-то на выживаемость, потому что у него ХП, ну, очень мало, 1400 это, я не знаю... Врыв, пошел в Вингу. Винга страдает, но недолго она мучилась. Да, недолго она... Все та же история. Знаешь, что он Спирит, а Игис, и он почти-то по один вопрос. У Фейта проблемы. Не успевает ничего прожать и забирает его. Да, Фейт здесь на ЛОХП сыграл нагловато. В итоге минус Феникс. А Феникс в драке дает много, на самом деле. Несмотря на вот это преимущество, все-таки, как ты сказал, Феникс побольше Винги, поэтому здесь Вич и Гейминг Потеншал будет повыгоднее драться. С одной стороны, с другой стороны, ну, им может быть и выгоднее, чем с Фениксом, но все равно нельзя пока что. Потому что нету артов нужных. Ну, тут дай, много вообще надо. Шейкер, 27 минуты, у него нет даже намека на Блинк Даггер. Братрум умеет Лотар, но в драке его очень легко зафоксить, то есть ему нужен какой-нибудь Блэк Кинг Бар, чтобы, там, не знаю, контрить всякие, там, дизейбл и станы, ну, и добегать до своей цели наверняка. СФ у нас молодец, он Петюни, а вот Сларк, ему нужно еще что-то сделать себе. СКАДи хотя бы, чтобы Джаггернаута замедлять. Ну, пока что перспектива только на СКАДи имеется. Ну, просто, да, Джаггер, он сейчас бешеный, он, по-моему, может спокойно врываться и делать минус три. Врывается в очередной раз на Веже Фул Спирит, врывается сюда и Братрум в инвизи, врывается сюда и Шейкер, боже мой. Получает баш с первого удара, и в итоге... Берни думает, что это за крипы вообще к нему пришли, то есть он их убил буквально на раз, два, три, минус два. Не прожав ультимейт, не прожав БКБ, просто через автоатаку. Через автоатаку, да. Не почувствовал. Сларк тем временем подвергался нападению Феникса или наоборот, но на Фейте висит теперь разгон. Не знаю, не знаю. Все-таки, когда Феникс будет видеть спиритбрейкера, может быть, и Карусдаев потратил. Но есть яйцо, спиритбрейкер обладает очень маленькой скоростью атаки. Тут надо молиться на башике. Нет, он даже решил не молиться. Он просто стянул кого-то. Смотри, смотри, смотри. Нас для Сларка оставили. Но Феникс-то не дурак же. Да. Да, и у Чуана Гем. У Чуана Гем, поэтому его видели здесь. Продолжают здесь Феникс и Вич-Доктор на этой линии стоять. Спиритбрейкер. Есть центря. Видели спиритбрейкера. Спиритбрейкер врывается, но поднимает Феникс себя в воздух до этого. Получает каски Сларк. Клаквер культует Сларка. Закрывает ему проход. Сларк пытается выпрыгнуть. Получилось выпрыгнуть, но это было несколько опасно. Фейт идет дальше. Саппорт, Феникс. Боже мой. А тем временем Джаггер находит у нас Эрш Шейкера. Шадоу Фин тоже пал. Где-то. От Шторма. Да. Ну, в общем, пока Саппорты и Кэри команды... Точнее, пока Саппорт и Инвиктус Гейминг дефят свой ХГ, а от Спиритбрейкера и Сларка Кэри команды делают все, что они вообще хотят. Ну, знаешь, если играть вот так вот, да, то есть заходить в свой лес по одному, мы увидим, это уже происходит пятый или шестой раз, то я согласен, да. Шторм тут можно вообще и ферспиком брать, потому что он просто бегает, убивает одного, второго, одного, второго, одного, второго. Ну, как-то слишком просто. У него 13-1-10, и ребята даже не пробуют там пойти вместе как-то забайтить, там, аеги свибить. Ну, то есть, ситуация у Шторма настолько хорошая, что он себе покупает после Шивы и Бладстоуна арчит. То есть, обычно этот артефакт, он в лейте все-таки его стараются не собирать, потому что есть какие-то манты, БКБшки, но он не так эффективен. Но, когда ни у кого ни черта нету, понятное дело, что арчит тебе дает слишком много, нападение на Шторма, Шторма могут забрать. Ну, он сейчас заслупочил, он не дал саленс в Шейкера, в итоге Шейкер у нас умер, и может сейчас пострадать. Нет, фиссуру не успел дать, в итоге добивает Шейкера, нападает на Фонтан, рядом с Вингой, продолжает он веселиться, и делает АП-аут, ну и, по-моему, вот он, вот он, вот он байт от Бога, посмотри, как они его разорвали. Да, ну, байт от Бога, когда Шторм Спирит на Фонтане уже развлекается, это, это скорее Феррари здесь сделал чемпионский заброс, действительно, но... Да, неплохо за него получили, смотри, за один фраг сколько? 2600, да, нормально, Клакверк в кого-то ворвался, ворвался ВСФ. Госскипитер, Спирит Брейкер, набегает на Чуаня, понимает, что он ошибся, пошел он мне Слэш, Спирит Брейкер разорвали, Сларк пытается убить Клакверка, выходит из... Шадоу Блэйда, использует Дарк Пакт, Шадоу Дэнс, Шадоу Дэнс, в Шадоу Дэнс отступает на базу, ну и команда Инвиктус Гейминг, которая в итоге практически ничего не потеряла, Шторм уже резнулся, продолжает осаждать базу соперника. И можно говорить о том, что пик здесь не самый лучший в плане пуша ТВРов, но, по-моему, все равно, Сэпа нет уже БКБ, после того, как в него Клакверк въехал в прошлый раз, Клакверк очень жестко страдает, Винга дает станчик, но просто всех выжигает своим лучом Феникс, ставит яйцо, и падает вышка. Да, разнос, в итоге разнос мы все-таки увидели в лейтгейме. Пила, конечно, знатный, просто нереально. 6%, еще по 40% от Вич Доктора, то есть, если Вич и Гейминг Потеншал не ваншотнули тут кого-то, то потом убить нереально что-то. Нашли Сларка. И Сларка. Феникс запилил своим лучом. Да, Феникс, конечно, со своим лазером вот этим вот, Сан Рей. Нормально заезжает в лейтгей, действительно. ГГ. ГГ пишет Янг. 1.8 Вич и Гейминг Потеншал. Поздравляем, Инвиктуз Гейминг, с первой победой на данном турнире. Напомню, что для того, чтобы продолжить борьбу, нужно войти в четверку. Пока что это первое очко. Турнирная таблица у нас... Ну, давайте так, с турнирной таблицей мы разберемся в начале второй игры. Пока что уйдем на небольшой перерыв и вернемся к началу второй каточки. Олл Пик. Турнирная таблица. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...